всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про боновый магазин в котором можно купить прем танчики за боны какой же прям танк в первую очередь брать для чего какие из них играбельные а какие нет начнем с того что я посмотрел на сайте планки на три отметки всех этих танчиков которые там есть давайте сначала ознакомимся с тем какие там же есть танчики там есть кого 4 криславского из 6 черный м46 по танк р крайслер к ф т26 и 5 патриот amx m4 мле 49 liberty panzer 58 муц panzer конфайн 4 hydrostat т-34 кранированный и м10 rbfm также еще есть стг гвардеец и из 5 объект 730 так вот если посмотреть все-таки планки на три отметки у всех этих танчиков то в лучшую сторону кого-то выделить сложно поскольку они все держатся в одной кучке и каких-то серьезных различий в цифрах нет грубо говоря огромное количество людей которые играют на каждом из этих танков примерно одинаково реализовывают их и по урону и по засвету и по сбитым гусеницам но на некоторых танчиках больше играет на урон на некоторых танчиках больше играют на засвет так вот есть все таки два танка которые выделяются в худшую сторону и очень сильно это муц и по танк р и на мой взгляд это те танки которые ну прям вообще слабые очень слабые и на них лучше сейчас не играть и не брать их за боны поскольку на многих коридорных картах вам вообще нечем будет заняться на них на этих танках и в целом они слабоваты у них маловато брони и скорости маленькая альфа и не особо выдающееся пробитие поэтому делать в боях на этих танках нечего показатели на них крайне плохие и раз мы уже заговорили про стэшки еще там есть гвардеец так вот гвардеец имеет нормальные показатели я на нем играл и до апа и после апа а его недавно апнули ему очень сильно повысили мощность двигателя удельную мощность он очень быстро стал ездить как для среднего танка он быстро набирает полтинник и носится на этом полтиннике как у горелый так еще ему увеличили дпм у него 390 альфа как для стэшки это вполне себе ок и с такой скоростью как у него есть можно носиться по карте и выдавать эту альфу но скорость полет снаряда средненькая и пробитие тоже обычная 212 бэбэшкой 248 голдой в принципе по точности он нормальный стабилизация такая обычная средненькая по сути танчик играбельный для тех кто любит ст и любит по кимперить но на нем желательно носиться по всей карте и реализовывать альфу я бы не назвал этот танчик имбой но на фоне остальных стэшек которые можно взять за бонны это лучшая стэшка все остальные намного хуже так что получается если вы не прочь по кимперить и ездить по всей карте следить за боем менять позиции и наносить альфу свою то этот танчик в самый раз он неплохой но он просто нормальный на нем можно влиять на бой но не на всех картах потому что очень много коридорных карт на мой взгляд сейчас лучше играть на тяжах но это и стэшка в целом неплохая не сказал бы что 212 пробития вам хватит за ловой но за счет скорости можно занять позицию поудобней или надо просто зарядить голду теперь переходим к тяжелым танкам 8 уровня поскольку в основном их и можно купить за боны они в принципе между собой особо никак не выделяются в плане планок на три отметки они все примерно в одной куче находятся от 2500 планка до 2700 разница ну такая себе это грубо говоря серединка все эти танки не являются лютейшей имбой они просто норм но это если смотреть на общий результат который показывают все танкисты которые играют на этих танках это грубо говоря среднее значение от всех танкистов и от сильных и от слабых но на каком же танке можно показывать результаты получше если ваш скилл позволяет реализовать танчик так вот на мой взгляд два танка очень сильно выделяются на фоне остальных в первую очередь если вам не нужно фармить а просто нагибать на фулл голде то крайслер гф гранд финал так называемый на голде имеет хорошее пробитие и очень сильно бронированный единственно что у него заднее расположение башни но на нем очень удобно играть в городе становимся в ромбик танкуем бортиком правильный ромбик на этом танке это когда орудие смотрит на каток и вдоль этой линии через орудие каток вы видите ровно врага вот это правильный ромбик на крайслер и таким образом мы танкуем орудие хорошая скорострельная точная и стабилизированная все с ним нормально танчик бронированный приезжаем на голоде всех убиваем все единственно что не сильно не задираем танк поскольку у него имеется над гусеничная полка которая находится хоть и низко но пробивается но на бэбэшках этот танк практически не играбельный поскольку пробитие бэбэшка ниже 200 но это вообще ни о чем и есть еще тяжелый танк который очень легко играется очень приятный очень бронированный хорошее у него пробитие основным снарядом и голдовым средненькая такая стабилизация но в целом неплохая точность это амx мле 49 многие говорят что у него есть на башне лючок и очень легко он пробивается да но каждый ли раз вам будут в него попадать далеко нет если вы не будете в ближнем бою стоять перед врагом на одном месте то вам него будет попадать крайне редко а если ваша позиция будет находиться на расстоянии то танковать вы будете очень часто и много в свое время я даже иногда на нем выполнял лбз на танкование также орудие имеет хорошую точность и неплохое пробитие что позволит нам и фармить серебро и если мы захотим зарядить голду и что-нибудь пробить пожестче но имеется не очень стабилизация грубо говоря у танка 2 минус ватный лючок на голове и средненькая стабилизация больше минусов танка по сути нет на нем не нужно рамбовать на нем нужно играть через рельеф и все у него бронированная vld бронированный лоб башни на нем нужно смотреть на врага просто ровно и не стоять на месте чтобы не выцеливали лючок все на нем очень легко играть танковать наносить урон если активно играть на нормальных позициях которые созданы для тяжей если кто-то думает что легко пробивается так другие танки забоны пробиваются еще легче кроме крайслера но крайслер играбельный только на голде то есть если вы хотите играть на голде берете крайслера если хотите играть на бэбэшках и фармить берете mx все поскольку следующие танки вообще играются отвратительно допустим к в 4 криславского почему его не стоит брать он очень медленный у него очень много уязвимых зон которые легко пробиваются по сути вы не будете успевать поиграть в бои танкует он только бортом и в принципе его легко убивают танчик ну такой оси следующий танк т26 е5 у него малюсенькая альфа очень кривое орудие с отвратительнейшей стабилизацией мало того что альфы нет так еще и хрен попадешь да у него неплохой обзор но светить на тяжелом танке чтобы что тебе нужно врагов убивать зачем тебе что-то там где-то светить ты приезжаешь на коридорных картах лоб в лоб бодаться с врагами ты их и так видишь тебе надо их убивать хотя броня не очень альфы нет орудия кривое танк по сути мусор следующий танк из 5 у танка абсолютно отвратительная броня он крайне легко пробивается как ты на нем не крутись не вертись брони нет нифига стоишь ровно он пробивается ставишь ромбик он пробивается от башни играть невозможно нету венов орудия кривущие да у него есть пробитие ну и что реализовать этот танк практически невозможно он конченый и остается у нас еще из 6 из 6 которому апнули 10 пробить обалдеть а голдой как было пробитие под калибром 225 так и осталось когда я начинал играть в картошку я получил из 6 за марафон откатал на нем 1600 боев кончение этого танка наверное не придумаешь поскольку если у врага нормальное пробитие у нас пробивает куда угодно у нас очень ватные лючки в них не сложно попасть и лючков 2 и слева и справа стреляй куда хочешь когда ты выезжаешь ты их никуда не спрячешь за стеной вот допустим на mx мле 49 лючок ватный его не сложно выцелить но он один и он сбоку его можно спрятать за стеной у иса 6 ты никуда их не спрячешь их 2 а если пробитие нормально и 6 пробивается и в лоб корпуса и в щеки и брони там в принципе нет против танков с нормальным пробить но этот танчик льготный но все равно он попадается против восьмерок которые спокойно могут зарядить голду и пробивать его как попало а у иса 6 орудие очень кривое я специально недавно постримил на нем и вы видели как я стою просто на месте на небольшой дистанции стреляю танчику в лючок врагу который стоит на месте я стреляю 1 2 3 4 5 и только на шестой раз я просто попал в лючок но что это за танк где ты просто по пять раз мимо стреляешь при этом все стоит на точность лишь бы это коры то хоть как-то попадала вот и получается что из восьмого уровня что мы можем взять у нас остается танк на голде крайслер у нас остается для любителей по кемперите поездить по все карте гвардеец и у нас остается для любителей пофармить и потанковать от башни и от влд через рельефы амс м4 бле 49 все остальное по сути очень плохое это три танка который можно реализовать и на которых можно и среднему игроку поиграть и игроку которого руки поровнее тоже есть куда стремит а вот на остальных танках ты как не мучайся ты на нем сильно хорошо не сыграешь поскольку они то не едут то не танкуют то не стреляют то не попадают и только эти три танка более-менее можно реализовать на них в принципе есть смысл играть а вот на остальных нет вообще и остаются у нас еще танчики низкого уровня т-34 коронированные м10 rbfm и panzerkampfagen hydrostat если посмотреть на планку отметок то среди них выделяется м10 rbfm и на мой взгляд он тоже более-менее нормальный я на нем играл принципе катается там не сильно быстро и быстро дпмит своей скорострельной пушечкой по сути все катаешься из позиции в позицию и стреляешь а вот и 34 экранированный и тем более hydrostat у них планка заметно ниже и у hydrostat а там вообще где-то уже ближе к днищу hydrostat очень медленный он вообще никуда успевает поэтому на мой взгляд если среди них уровне чё-то и брать то только вот этот rbfm вот такое мое мнение что брать из танков за бонны и вообще mxmle 49 самый нормальный приятный из всех но его можно взять бесплатно за рефералку можно создать себе второй аккаунт первым аккаунтом пригласить 2 в рефералку на втором аккаунте пройти рефералку и на первом аккаунте выбрать себе в награду mxmle 49 и мы его получили бесплатно все но для этого придется потратить время если время тратить не хотите можете взять за бонны это мое мнение по поводу танков за бонны у меня есть все премиумные танки в игре я на них на всех поиграл на многие взял три отметки я знаю что я говорю с вами был варчик играть красиво всем пока